Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я держу в своих руках первое издание моей книги «Психология здоровья и болезней». Первое издание 2017 года. Я говорил об этой книге в 2017 году, и сейчас произошло, в общем-то, знаковое событие. Мы изменили эту книгу, мы что-то из нее убрали, что-то добавили, и сейчас у нас должно выйти второе издание. Будет она издана типографским способом. Здесь я только для видео распечатал эту книгу на обычных листочках формата А4. Она будет называться точно так же «Психология здоровья и болезней» 2020 год. Второе издание. Как я уже сказал, в ней произошли ряд изменений, и я хотел бы сказать следующее, что эта книга – это золото для любого специалиста, работающего в сфере диагностики, диагностики клинической, прежде всего для медицинских психологов. Эта книга была создана. Могут ей пользоваться также лица, занимающиеся психофизиологией, промышленной психофизиологией, спортивной психологией, детской психологией и так далее. В книге содержатся основные описания так называемых патопсихологических симптомокомплексов или, под другими словами, патопсихологических синдромов. Всего в науке их выделяется 9. Эта книга – цена тем, что описывается симптом. Давайте так я вам покажу. Значит, вот это оглавление содержания этой книги. Всего, как я уже сказал, 9 этих симптомов. Первый симптом – симптомокомплекс. Это патопсихологический синдром психотической дезорганизации. Второй – шизофренический дезорганизационный синдром. Третий – аффективный эндогенный. Четвертый – элигофренический. Пятый – экзогенно-органический. Шестой – эндогенно-органический. Личностно-аномальный синдром. Седьмой – восьмой – психогенно-психотический. И девятый – психогенно-невротические симптомы. Давайте я открою следующую страницу. В данном случае вот такая она. Я не знаю, будет ли это видно на видео, не знаю. Но одним словом, описана шифровка по МКБ-10, конкретно по каждому симптомокомплексу. Приведены те методики, которыми этот симптомокомплекс диагностируется. А самое главное – на странице 6.16. Это вот все продолжается по методикам. На странице 16 у нас тут с вами есть. Значит, пошли, собственно, самые синдромы. Можно посмотреть шифровку по МКБ-10. Допустим, F31 – биполярное эффективное расстройство. В правой части мы видим те необходимые методики и трудозатраты временные на каждую из этих методик. То есть конкретно приводятся названия этих методик. И, соответственно, время, которое затрачивает специалист на диагностику по этой самой методике. Не больше и не меньше. Тут приведены качественные патопсихологические методики, количественные патопсихологические методики. В частности, ну, тут понятно, исключение предметов, классификация, посредственное запоминание. Здесь же у нас идут автоматизированные методики. ММПИ, ПДО, КОД, Депрессия Б, КАДС, Пожмурову и так далее. Речь идет в данном случае об аффективно-эндогенном синдроме МДП – маниакально-депрессивный психоз, грубо говоря. То же самое мы продолжаем дальше. Речь идет об аффективно-маниакальном синдроме. Далее у нас третий симптомокомплекс – это шизофренический симптомокомплекс. Идут диагностические указания по МДП конкретно и по всем его разновидностям. Как и что диагностируется в плане внимания, памяти, структуры мышления по маниакально-депрессивному психозу. Опять же приведены те методики, которые используются при диагностике тех или иных маниакально-депрессивных расстройств. И так далее. И так далее. Соответственно, здесь у нас идет олигофренический симптомокомплекс с приведением нормативов. В частности, по таблице Векслера, по тесту Векслера, как это требуется в МКБ-10, равно как и пересчет этих самых нормативов по таблице Векслера в результаты по тесту Равена, что ускоряет работу клинического медицинского психолога в разы. Я об этом уже неоднократно говорил. Далее идут эндогенно-органический синдром. Точно так же расписаны необходимые методики, время трудозатраты на эти методики. Приведены, опять же, количественные и качественные методики при диагностике этого состояния. И так далее. И так далее. Далее. Эндогенно-органический синдром. Видные варианты личностно-аномальных синдромов. Возбудимый вариант личностно-аномального синдрома. Ну, речь, понятно, идет о психопатиях. Симптомы комплексов при расстройстве социальной адаптации. Устаревшее название психопатия. По-современному социально-психологическая дезадаптация. Диагностические указания. Что и как мы диагностируем. И вот далее. О чем я тоже хотел подробно остановиться. Обратите внимание. По количественным методикам. Имеется ввиду не по патопсихологическим. Там исключение предметов. Там классификации и так далее, и так далее, и так далее. Методикам. По всем количественным методикам. В частности, ММПА, КТ, ЛУСК. И так далее, и так далее. В общей сложности их чуть более 100 существует. Нет. Это более 100 патопсихологических методик. Около чуть меньше 20 количественных методик ММПИ в этой работе, в этой книге приведены нормативные таблицы методики ММПИ. Это вот то золотое зерно, которое необходимо иметь буквально каждому психологу. Я упоминал ММПИ, тут я говорю и перевожу нормативные таблицы границы нормы по методике Котелло для женщин, гендерная дифференциация для мужчин, для женщин. То же самое по айзингу, по УСК, по шмишеку. Вот посерединке идет норма, условная норма и два среднеквадратичных отклонения, соответственно границы нормы по айзингу, ММПИ, Котелло, УСК, УНП. Вот такие огромные таблицы. Все эти таблицы собраны на огромнейшей выборке, то есть до тысячи человек мы испытывали бы в свое время. Мы работаем на протяжении уже 20 лет и эти таблицы не на 30, 50, 60, 100 испытуемых созданы, сформированы, а на основе тысяч замерений по людям, с которыми мы сталкивались, с которых обследовали по стандартной процедуре диагностических обследований. Опять же Спилбергер Ханнин, Томас, самооценка, активность настроения, Дембор Убинштейна, даже такая методика у нас есть нормативная. Ну и так далее. Тимоти Лери, таблицы Шульте. Простая зрительно-моторная реакция, это новейшая методика современной психологии ПЗМР, СЗМР, СЗМР, таблицы идут, нормативы и средне-квадратичные отклонения буквально по всем показателям. Реакция на движущийся объект, РДО. Мужчины и женщины, вариабельность сердечного ритма, без этого работать, господа, нельзя без этих нормативов. Вы хотите знать норму? Вот чтобы ее узнать, эту норму, надо эту книжку прочитать. Она будет издана нами типографским способом. Идет четкая, качественная оценка на расстройство мышления, при каких случаях и в каком процентном соотношении встречаются те или иные расстройства мышления, при каких заболеваниях, какими методиками мы добиваемся этой таблицы. Эту таблицу, ее надо знать наизусть, как таблицу умножения для работы в клинике. И не только в клинике, но и в спортивной, и в детской психологии в том числе. Это основная таблица. Не зная ее, не зная вот этих нарушений мышления, нагляднообразного, наглядно действенного, понятийного уровня, и не понимая, с какими нозологиями это все связано, работать крайне-крайне тяжело. Значит, ну собственно, вот то, о чем я хотел вам рассказать и показать. Книга находится на нашем сайте. Если сейчас оператор захватит, вот мы как раз находимся на странице с этой книгой. Страница под номером 5.3, она в свободном доступе. Вы можете зайти, посмотреть, ознакомиться с общими разделами этой книги, что она из себя представляет и что содержит. Эта книга продается нами, реализуется, и вы можете свободно ее купить. Я вам так скажу, проработав 20 лет в области медицинской клинической психологии, в области промышленной психологии, я скажу так, что вот если вы мне 20 лет назад кто-то такую книгу дал и сказал, вот тебе книга, опирайся, тебе дают точку опоры, да, как у Архимеда. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Так вот, это точка опоры, от которой необходимо отталкиваться любому специалисту, который работает с психической патологией и с нормой тоже в том числе. Без этих таблиц, без нормативов, фактически нормативы это вообще краеугольный камень любой диагностики, да, от чего мы отталкиваемся, что такое норма. Все говорят, норма условна, да ничего подобного, господа, при грамотном подходе, при тысячи замерениях нормой, норма становится как никогда объективна. Надо сказать, что те люди, которые считают, выходят из института молодыми специалистами и думают, что психология это вождение руками, пассы, гипноз и так далее и тому подобные вещи, они очень сильно-сильно заблуждаются. Психология одна из точнейших наук, она должна быть точной, с четким пониманием того, что есть норма, что есть не норма, в табличных, в цифровых значениях. Вот здесь это все приведено. Конкретно расписаны МКБ-10, шифры по МКБ-10 и соответственно соотнесены они с диагностическими критериями, что является в этом случае нормой, что не является нормой. Ну, собственно, вот на этом, наверное, все. Благодарю вас за внимание. Если будут какие-то вопросы, можете задавать их под этим видео, писать мне на электронную почту, на WhatsApp, на Viber. Как вам будет удобно. Сайт, я надеюсь, вы знаете, LPFO PRO. Он очень легко запоминается. Мы находимся по запросу, легко, очень просто словами. Если написать LPFO, мы там будем в топе. Лаборатория психологического обеспечения. И вот такую книгу нашего издания мы предлагаем в разделе 5.3. Кроме того, на сайте большое количество иной информации. Я уверен, что специалистам тут будет очень-очень-очень интересно. И методологии, и библиотека с двумя тысячами книг патопсихологическими, с платными, с свободным скачиванием и так далее, и так далее, и так далее. Результаты, тесты, понимание количественных, качественных методик. Все на этом сайте вы сможете найти. Ну и, собственно, еще раз проговорю. Книга – это золотое зерно, которое необходимо иметь любому специалисту в области патопсихологии, клинической психологии, психофизиологии. Благодарю вас за внимание. На этом все. И удачи вам. Благодарю вас за внимание.